Без пяти минут выпускники. Позади 11 лет усердного обучения и множество часов подготовки к итоговым экзаменам. Впереди самая важная успешная сдача ЕГЭ, которая откроет дорогу в ВУЗ. 11-классники, кажется, даже не волнуются. Или почти не волнуются. Я даже не приезжал по этому экзамену, потому что он очень простой, и я уверен в своих силах. Волнения пока нету. Пока. Целый год готовился, решал разные варианты, куча материалов, информации. Надеемся на лучшее, на максимальное количество баллов. Перед профилем будет больше волнения. Там, наверное, будет паника. Уже несколько лет госэкзамен по математике разделен на два уровня. ЕГЭ по профильной математике ожидает 2 июня только тех, кто собирается поступать на технические специальности. Там задание сложнее. Базовая же математика – это обязательное испытание для всех 11-классников. Его успешная сдача позволит участникам получить аттестат и подать документы в те ВУЗы, где математика отсутствует в перечне вступительных экзаменов. Работа оценивается по пятибалльной шкале. Для того, чтобы ребенок получил аттестат о среднем общем образовании, ему достаточно получить тройки. С этим результатом, если он может пойти, но поступать он может на факультеты гуманитарные. Контроль за проведением ЕГЭ с каждым годом, пожалуй, все строже и строже. Перед тем, как зайти в аудиторию, ребята проходят металлодетектор. Брать с собой любые электронные устройства запрещено. Затем, как соблюдаются правила и как проходит сам экзамен, следят специалисты. У нас осуществляет контроль и представителей федеральных структур, и наше управление надзором и контролем в сфере образования, как бы министерство образования, и порядка 800 общественных наблюдателей, аккредитованные в текущем году для осуществления и наблюдений за порядком проведения экзамена. Есть как наблюдатели, которые присутствуют в непосредственных фактах, так и аккредитованные онлайн-наблюдатели. Когда на тебя направлено внимание стольких глаз, нервничать начинаешь невольно. У некоторых простое волнение перерастает в настоящий стресс, поэтому во всех пунктах проведения экзамена обязательно дежурят медики. Есть средства для снятия боли, головной боли иногда у детей бывает на фоне такого стресса и анальгина, парацетамол есть. Если очень дети волнуются, у нас есть валлиянка и корвалол, если это необходимо, но это бывает крайне редко. В основном достаточно с ребенком побеседовать, чаю теплого дать, какую-то сладость. В этом году базовые ЕГЭ по математике сдавали 4690 человек. Каждому на выполнение 20 заданий было отведено 3 часа, но, как показала практика, большинство из них справились быстрее. Экзамен был несложный, я не волновалась, потому что если в школе учились, то мы, соответственно, сдадим ЕГЭ. Я пришла на свое место, посмотрела ким и решила, что я все смогу. В итоге потом мы пришли, с девочками сравнились, и у нас все сошлось. И я очень рада, что все понятно, все доступно, и я довольна собой. Насколько внутренние ощущения совпадают с реальными результатами, участники экзамена узнают уже скоро. До 14 июня итоги будут опубликованы на сайте официального информационного портала ЕГЭ. Второй обязательный экзамен «Русский язык» назначен на 9 июня. Анастасия Зацепина, Андрей Шибаев, Твереград ТВ. Анастасия Зацепина, Андрей Шибаев, Твере. Продолжение следует...